Здравствуйте дорогие друзья, с вами Алексей Меркулов и сегодня мы с вами займемся изучением свойств копирования. И заодно посчитаем, сколько же методов копирования есть в AutoCAD. Для начала я по-быстренькому построю какой-нибудь симпатичный объект, чтобы нам его копировать. Ну вот что-то вроде того получилось. Итак, первый метод копирования, который наверное знают все, это инструмент копирования. Он специально и предназначен для этого. Для того, чтобы правильно воспользоваться этим методом, мы выбираем копировать, выделяем объект, нажимаем Enter, выбираем базовую точку и копируем. Здесь все просто. Следующий способ копирования это копирование через буфер обмена. То есть мы выделяем объект, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C и скопируем, допустим, в какой-либо другой файл. Создаем новый файл, нажимаем Ctrl-V вставить и вот, как видите, объект у нас вставляется. Точкой вставки по умолчанию является базовая точка самого большого объекта. То есть в нашем случае это вот этой окружности. Она вот здесь вот где-то. Но для того, чтобы задать самостоятельно базовую точку, есть следующий метод. Так, я перейду опять на наш чертеж. И этот метод называется копирование с базовой точкой. То есть мы также выделяем объект и нажимаем теперь комбинацию клавиш Shift-Ctrl-C. И у нас появляется запрос выбрать базовую точку. Выбираем, где нам нужно. Допустим, я возьму посередине приблизительно. Также можем вставлять, как на этот чертеж, Ctrl-V, нажимаем. Вот, как видите, у нас теперь за ту базовую точку держится, за которую я указал. Вставляем. Еще раз можем Ctrl-V нажать, еще раз вставить. Также и на другой чертеж. Достаточно полезный метод. Можно переносить с модели на лист, с листа на модель. В общем, откуда захотите. И куда захотите. Итак, движемся дальше. Номер 4. Очень удобный способ копирования, если вы работаете с несколькими окнами. Давайте сразу откроем несколько окон. Окон перейдем в вид. Пользовательский. И возьмем слева и справа. Вот так. У нас открылось два чертежа. Что мы можем делать? Мы можем выделить объект. Зажать правую кнопку. И перетащить его на другой файл. Перетаскиваем, отпускаем. И появляется менюшка. Копировать сюда. То есть это непосредственно в то место, где он сейчас находится. Вставить как блок. То есть все элементы объединятся в блок. И он запишется в область данных. Либо вставить с исходными координатами. То есть на каком месте он был в левом чертеже, на то же место он в правый чертеж и вставится. Давайте сделаем просто копировать сюда. То есть можете пробовать разные варианты. Какой вам больше подойдет? Так, вернусь опять к одному листу. Удалю вот эти нияньки. И дальше мы рассмотрим способ копирования из других источников. Ну, к примеру, из интернета. Что-то нам нужно скопировать с какой-то странички. Вот у меня здесь есть какой-то текст на сайте. Я просто выделяю то, что мне нужно. Беру левой кнопкой, зажимаю и перетягиваю в область чертежа. И как видите, у нас вставляется вот текст. Ну, конечно, он здесь в одну строчку вставился. Но это для нас не проблема. Два раза нажимаем на него, вызываем редактор и сужаем колонку. Вот, как видите, у нас вставляется и преобразовывается в текст. Таким же образом можно копировать и картинки. Вот какой-то бородатый мужик. Кто это, кстати? Ладно, не важно. То же самое берете и копируете. Вот, как видите, у нас картиночка на перекрестии. Командная строка нас просит указать точку вставки. Ну, допустим, выберем вот эту. Далее масштаб. Можно один к одному, можно любой. Давайте 10 сделаем масштаб. Нажимаем Enter. И угол поворота нам надо указать. Обычно это 0. То есть он по умолчанию 0 стоит, поэтому просто нажимаем Enter. Нажали Enter. И бородатый мужик теперь у нас в файле. Также можно копировать с любых источников. С Excel, с Word и так далее. Удобный метод. Экономит кучу времени. Так, удалю. И идем дальше. Теперь рассмотрим менее явные методы копирования с помощью инструментов редактирования. То есть с помощью вот этой панельки. Так. Давайте я, допустим, построю линию. Есть у нас отрезок. Как его можно скопировать? Можно воспользоваться обычным копированием. Можно воспользоваться другими инструментами. Давайте первое рассмотрим зеркало. То есть выделяем. Выбираем инструмент зеркала. Далее строим ось, относительно которой будет отражаться копия нашего объекта. Допустим, вот здесь. Нажимаем Enter. И появляется у нас второй экземпляр. То есть это тоже копирование. Далее можно пользоваться инструментом смещения. Это, по-моему, уже восьмой метод, насколько я помню. Так. Выбираем инструмент смещения. И теперь нам нужно указать расстояние, на которое мы будем смещать копию нашего отрезка. Давайте, допустим, укажем 50 мм. Нажимаем Enter. Выбираем объект. И теперь нам нужно указать сторону, в которую мы будем строить этот отрезочек. Влево, либо вправо. Вправо давайте поставим. Также можно и по-другому смещать. Выбираем смещение. И выбираем функцию через. То есть мы выделяем объект и переносим, куда нам нужно. Либо можем задать расстояние. То же самое. Допустим, 100 мм. Enter. Готово. Так, идем дальше. Команда поворот также нам предоставляет функцию копирования. Да еще и с поворотом. Выбираем точку, относительно которой будем поворачивать. Допустим, вот эту. Вызываем контекстное меню правой кнопкой. И выбираем функцию копия. И теперь мы уже поворачиваем копию нашего отрезка. Можем как визуально, вот вручную, так и задать угол. Допустим, 90 градусов. И вот, как видите, у нас появилась копия, перпендикулярная исходнику. Следующий способ копирования предназначен для блоков. Ну, либо для внешних ссылок. Итак, для этого нам нужен блок. Переходим в вставку. Вставить. Так, я выберу блок какой-нибудь. Набор 1, допустим. Нажимаю ОК. Вставляю. Вот у нас блок. Монолитная конструкция. И предположим, нам не нужна она полностью, а нам нужен отдельно, допустим, стол. Ну, или кресло. Для этого переходим на главную. И в редактировании выбираем вот эту команду. Копирование вложенных объектов. Она называется. И выбираем нужный нам объект. Ну, давайте вообще. Тарелочку возьму. Далее нажимаю Enter. Выбираю базовую точку. И копирую уже отдельно этот объект. Тоже достаточно полезная команда. И иногда без нее не обойтись. В противном случае, чтобы взять отдельно какие-то элементы, нам пришлось бы разбивать блок, вытаскивать объекты, потом опять собирать блок. То есть много лишних действий. Так. Движемся далее. Есть еще один вид копирования. Я это сейчас удалю. Неявный такой. Это копирование свойств. Допустим, у вас есть два объекта. Ну, или больше. И один из них, к примеру, синего цвета. И с весом линии 0,7 мм. Так, сейчас я включу вес, чтобы было понятно. И нам, предположим, надо сделать эти объекты такими же. Для этого есть специальная функция копирования свойств. То есть мы выделяем объект, свойства которого хотим перенести на другие объекты. И выбираем функцию копировать свойства. Она у меня вот здесь вынесена. Но у кого нет, можно ее вызвать с помощью псевдонима команды kps. Кпс пишите, нажимаете Enter. И появляется вот квадратик с кисточкой, на который вам нужно перенести свойства. Вот такой вид копирования тоже можете применять. Ну, еще есть несколько видов неявного копирования. Это в свойствах там и прочее во внешних ссылках. Что ж, я думаю, мы рассмотрели достаточно вариантов копирования. И теперь вы сможете использовать тот вариант, который вам подходит в конкретной ситуации. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. До свидания.